Девушки отдыхают Он не связывает мертвые ветки, которые он же отпилил, с тем, что у него здесь все гниет Вот это беда нашего садоводства, но это опять тема не сегодняшнего разговора Ну, я бы тут на каждом фотографии по десятку тем у меня Вот одна из них, эти придурковатые, дебильные круги приствольные в виде этих резиновых покрышек Почему Константин Дерево у нас погибло? Ой, а тут, вы видите вот этот шланг, да? В этом шланге он, кстати, опять отклоняется Ну уж простите меня, потом увидите фотографии уже со своей стороны, когда фильм будет готов, да? Вам первому пошло Но главное, что вы увидите, что можно растить-растить и тут же загубить Раздается звонок Значит, человек представился кандидатом наук Где-то из Европейской России, подробнее не помню И говорит, Валерий Костинович, вы для нас авторитет, пожалуйста И, видимо, шла запись Почему? Объясняю Пожалуйста, нам нужна характеристика Значит, мы занимаемся продажей Заметьте, не деланием аппаратуры Не производством, а продажей Они закупают за рубежом Аппаратура для точечного, для капельного полива Вы за, я говорю, категорически против Вот, что было дальше, догадайтесь Трубки-гудки Вот вам, то есть, когда я сказал против, мое мнение перестало интересовать Я только открыл рот, чтобы объяснить Объяснить что? Дерево, это цельный организм Капать в одну точку, когда рядом, без этого Это я уже вам говорю и всем Потому что понимаете, насколько это важно Если бы я сказал, да, капельный полив нужен, полезен Естественно, что мои бы цитаты, уже как авторитеты, расположились бы, правильно? И на их сайте, и среди этих там железов дал положительную оценку Вот, какая к черту положительная оценка? Я говорю вам и всем Побойтесь Бога, те, кто не имеет представления, что творится под землей Под землей полное царство, отдельное царство Долго говорить не могу Там столько всего, грибов, микроорганизмов Этих самых, чуть не сказал мышей Насекомых Наших любимых муравьев Вот, чего там только нет И вот, все, это царство вопиет Воды! 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 Дерево распределяет воду равномерно Когда-нибудь может Я уже не знаю, сколько вопить, что крону нельзя трогать Нельзя ее калечить, нельзя осветлять Нельзя делать никаких форм Воды! Воды вопиет! Дерево воду Распределяет на всех И вдруг, чертов, капельный полив В одну точку Но это идиотизм Рядом умирает от жажды Все! Ну, не имея представления, ну, куда лезут-то? А ведь это же целая индустрия Опять я орать начал Ох, вы моя жертва бедная Павел Вынуждены теперь слушать, кивать Так, сейчас я немножко направлю Чтобы вас было видно Пусть люди смотрят, как вы надо мной смеете Так, улыбайтесь Как бы это сделать? Нет, извините, вы немножко за пределами кадра ваше лицо Но я же вас показывал Так, так вот Видели этот шланг? Делают в нем дырочку Это уже простейший способ капельного полива, да? Вот так вот Тут дырочка вы ее не видите А я-то видел Когда меня спросили Почему у нас саженц погиб Ну, дальше То есть здесь Сгнивание идет Вся вода попадает Прямо непосредственно на штамп Возле штампа все сгнило Поехали Опять я отвлекся Ну, неужели придется 12 фильмов создавать? Ой, жалко пропускать такие вещи Ой, жалко Ой, жалко Одна из моих любимых учениц Галина Ивановна, привет Вы будете фильм смотреть Одна из первых, я знаю Вот, волшебные руки У меня на одной фотографии Она держит персики Выращенные с моих этих То ли саженцев, то ли черенков То ли своих черенков Так, пологие холмы Видели, как выглядят? Вот Не так страшно, правильно? Так Это я показываю Как выкопать саженец Чтобы корни были целы Жаль, не тема разговора Вот так хочется отвлечься Вот такие саженцы Даже зимой пересаженные Не погибает И вы не мысли Вот так Знаете, что такое Хороший настоящий саженец Полноценный Вот так вот Пробовали, ставили По 20 штук Вот так вот Привитые На землю Не закапывали Вот так оставляли Лесное растутка Че как попал Убить это невозможно Я имею ввиду Что подвой Сибирка А приводит достаточно Это Пипин Антоновка Этим по барабану Уже сибирские морозы Жаль, не могу Отлечься И пальцем много Загнуть Ну, это Фотографик Кто-то прислал Ну, переросли у него Мои Ну, что Я пожал руками И сказал Ну, пожалуйста Попробуйте посадить И так же Объяснял Вот он Росточек Он над землей А вот это Вот корешочек А он под землей А вот попробуйте теперь Когда вы достали Из И как вы Павел достанете Потом С какой-нибудь Большой кастрюли Или там С ведра Попробуйте теперь Если опоздали Его посадить Замучитесь У вас сколько? Тысячи три семечка А? Вот Да вы до седины лета Так садить будете Если вот так вот Упустите момент Ой, не туда поехал Сейчас Когда что-то кончится Ну, посадка по железу Но это хорошо в горшочке Никаких опасностей Запомните Наши эти самые Семена Это еда Это посадка Во вторую очередь Будущее дерево Во вторую очередь Если на дереве растет Несколько тысяч Косточек То это значит Что из этих Допустим Пять тысяч косточек То четыре тысячи Девятьсот девяносто Из них Предназначено на еду И не дать съесть Это целое искусство Опять отвлекся Смотрим сюда Видите Ура Зашел Это мне представили фотографии Мои косточки Погибнет сто процентов Где семя доли Под землей Не радуйтесь Вот Не радуйтесь К сожалению Вся литература Учит прикапывать Хорошо если пишут Два-три сантиметра Обычно Четыре-пять-семь Так вот И даже Даже университетские Эти Работа Это страшно Это говорит о том Что те кто садил Они Опосредованно Почитали Шредера Или там Грали Или Мичурина Вот И Все А сами не садили Иначе потом Удивляются Почему у меня сада нет Как удивляются Миллионы россиян Вот они Семя доли Видите Да Мало Зашло Смотрите сюда Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь На четыре Двадцать восемь Посажено было Сколько Зашло Раз Два Три Четыре Пять Шесть Двадцать восемь Поделить На шесть Один Каждый Четвертый Пятый Поверьте Даже Павел Если что-то Вот как бывает Сверхранняя весна Вносит коррективы Жизнь Вносит коррективы Огромное количество Семен Где-то Четрана Посадили Где-то Опоздали Если у вас Зайдет Каждый Четвертый Пятый У вас Сразу Это Самое Будет Лучший сад В Свердловской области Сто процентов Еще раз Стоп Несмотря на то Что там есть Очень сильные Авторитетные Садоводы И очень сильные Эти самые Питомники Правда Питомники Скромность Только в одном К сожалению Они не могут Предъявить урожая На своих младших Деревья Че есть То есть От них Не добьетесь Не тема Добивались Мои помощники Как я их называю Волонтеры Пишут Покажите Матышный сад Я пишу Крутят Вертят Ну все В лучшем случае Хозяйка Уехала Это в лучшем случае Так вот Видите Если вот это Вот дойдет Оплодношение 6 из 28 Успех Гигантский Потому что Еще не каждая Косточка Это будущий сад Но то что взошло Это же замечательно Это просто Глаз радуется Ну хорошо бы Чтобы 28 Зашло Но даже вот Если они дойдут Оплодношение Вот они Правильная посадка Вот она Человек Ученик Железова Вот Даже это Плюс огромный Не минус Не неудача Так Много пропускаю Видите Вот это правильно Вот это правильно Много пропускаю У меня тут все подряд Много это самое Жаль Если каждый комментировать Видите Даже вот с этого же самого Как его назвать Торфяного горшочка Толк есть Видите Смотрите Но с ним тоже Вознемного Он высыхает Раз Если забыли дырки В днище сделать Значит Он может сгнить корень Ну много чего Вот Красота какая Вот Вопиют Посадите меня Срочно Зачем Вы меня достали В тепло Вот эти вот Костки Вопиют Кричат Вот они Персики Вот он персик Вот тут все правильно Представляете Как будет Подниматься Подниматься И подниматься Жаль Вот дальше Не сделал снимки Вот Когда Я это называю Жизнь торжества А вот это Ошибка страшная А ура Взошли Молодцы Спасибо И на теплый Этот Подоконник А потом Высадите Высадишь В холодный Апрель Май Вот эти уже Которые уже Прошли Половину Дистанции Как бы Жизненная Как бы Это самое Половину Программы Не расти Не будут В лучшем случае Будут ждать 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 Эти же месяцы Которые На балконе День за 3 За 5 Поняли Они вот До середины лета Сидеть Сидеть И загибаться Потом Если притенить Еще часть из них Выживет Не притенить Все погибнут Чертую мать Мы это проходили Ну По железу Торфяные горшочки Да Ну красота какая Вот Ради этого Стоило жить Вот такие Они комментируют Надо комментируют Ну вы видите Где Оказался Этот Самый Как их назвать Эти Эти самые Семидоли Но из-за того Что здесь Темно Тесно Они Полезли Вверх Это Вот Это Настолько Настолько Потом Этот саженец Окажется Он Загнется Только из-за этого Потом А будет считаться Что Он Неполноценен Уже А будет считаться Что Неполноценный Сорт Неполноценной Ходщик Была Землю Пожалели Вот результат Ой Сколько я пропускаю Иногда говорят А внутри Ваши гнилые Вот так Загноел Человек Да Загноел Сильно Сыро Ну что А что Написано Абрикос Манжурский Гибридный Вот Вот так Вот Опять Мульча Еще не успели Родиться Уже Гибнут Сыро 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 Друзья Мои Вот пример Сыро Сыро Раскопали Поздно Саженец Гибнет Вот это Все Что касается Тех Кто приобрел Семена Вот Тех Кто приобрел Семена Красота Какая Круги По железу Немножко Конечно Крутоватые Не Ну Абрикосы Ого Мощные Здоровые А жаль Не видите Павел Мою коллекцию Вот они Всходят Как вовремя Надо это делать Индия Это знаете Один из моих Друзей Учеников Побывал В Индии Придет Уже смотрел Моими глазами А в Индии Тоже калечим Ну как калечим Там же Тепло Убить то почти Невозможно А у нас мороз А мы тоже калечим А как же Вот Ладно Это все Индия Ну уж попалась Индия Воздушные корни Видели Вот Жаль Что я не могу Все это Вам Про Про Груша Посмотрите Справа Вот эта груша Это я Фрагмент Другой груши Мертвой Я тут Делал снимки Учебные Видите как гниет Ведь казалось Безобидно там Ямки то почти нет Но сгнила же И давай мы быстро За 5 лет сгнила А дальше то что А дальше то что Друзья Ведь разве можно Вот к этому Так относиться Ну пожалуйста Ямочка То есть господи Там спичный коробок Высотой Еще одно дерево Погибло А вот посадка На холм Вот Кстати У кого Очень 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 Гнистая почва Видите как я делал Учебный снимок Песочком Бородочки Символические Там С ноготок Это высотой То есть глубиной Еще сверху Песочком Вот Есть такая почва Это часть учебы Такой коркой Схватывается Вот Может быть у вас Павел Такое будет Это еще не факт Что все нормально будет Не могут пробить корку Она как железобетон Вспоминайте У многих Такая почва Песочком Но песочек высыхает Махом Тут поливать 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 Жаль Нету тут рядом Фотографии У меня многие фотографии Еще вот эти Бумажные Вот Я их так не перенес Не сканировал Вот Чтобы показать Что из этого получилось У меня это знаете Как получилось Где-то густо А где-то пусто Это поливали Помощники Так Не комментирую Вот тоже Песочком Но это уже без меня Сами догадались Это Вологда Вот А это на гибель Посадили Сами понимаете Вот на гибель Посадили Ну вот это годится Потому что Перенесутся Новое место Неубиваемый Абрикос Он действительно Неубиваемый Если Правильно все сделать Но не гноить Вначале А потом По-новому растить Ой так Что же вам Еще показать Еще немножко И перейдем К этому Еще совсем Чуть Вместо посадки Вон видите Это у меня Мыши ели Вернее Сергея Железова Моего сына Вот Вот они Пойманы За руку Видите Вот пожалуйста Представляете Сколько мы Что сожрали У нас Как не стараемся Защитить Не скрывая Своих неудач Жиденько Где-то Взошло Как Процентов 30 Вот А это Что тоже Мне мордой Тыч Сейчас Извините Я еще Немножко Поговорю Вынужден Есть такой Садовод Замечательный Мирового Уровня Хольцер Да Зепхольцер Но Некоторые Приемы Мне Не нравятся Категорически То есть Один из них Звучит так А вы рассыпьте Семена И все взойдет Конечно взойдет Вот В том плане Что Какая-то часть Зайдет Но если вы По 25 рублей Или вы По 20 купили То попробуйте Их разбросать У вас Один из десяти Взойдет У вас получится Уже 200 рублей Правильно Если один из десяти Вот вам пример Это за забором Рука не дотянулась Остались не собранные На заборе Замок Вот И У меня Семьи огромные деревья И вот значит Что получилось Подождал Подождал И сфотографировал Сверху Вот Посмотрите Сколько из них Зашло Убедились Вот вам и Зепхольцер Вот вам и Разбрасывайте Конечно взойдут Самое лучшее Но если Зепхольцер Их допустим 100 тысяч семян Пусть разбрасывает Вот Или 100 тысяч долларов А вам я не советую Так делать Так Сейчас еще немножко И закончим Это самосев Это последствия Неправильной посадки Только опять Не сегодняшняя тема Это значит Питомник Сергея Железова Если от мышей защитить То вот так выглядит он Вот Это я садил соседу Вот Вот они горшки Вот Самосев Который мы собираем Как самая ценная вещь На свете Что такое самосев Зайдет один из сотни Это супер Получается Надежная сорта Вот они Видите У моей невестки Татьяны Александровны Вот Ведь это не просто Они взошли Сходили один из сотни Вы знаете Что здесь было осенью Это полулес Полуэто Полубывший сад Вот Гигантские Растут Устрийские груши Три слоя Грушки Маленькие Три слоя Бесконечные Это Сотни тысяч Их Вот А всходит Знаете сколько Ну допустим Из ста тысяч Условно Хотя может там и миллион Было Вот Из ста тысяч Всходит обычно Но я самое больше Собирал шестьсот Ну ладно Округляю пятьсот Допустим Пятьсот Поделите сто тысяч На пятьсот Что получается Один из пятьсот Зашел Или с пяти тысяч Сейчас не соображу Вы представляете Ценность какая Вот так вот Ищите у себя То же самое Я нашел Так сейчас Еще немного И закончим Посадка Посадка Вам даже этого Вся Университетская Литература Не стоит Вот одно Вот этого Самого Ну что Надо Надо лекции читать Все понятно Как посадить надо Чтобы дерн был цел Он Он не прикосновенен Дерн это святое Раз уж вынуждены Садить То только так Вот А это на бывшем Картофельном поле Я дерн не калечил Вот до меня Картошка искалечила Вот Все Вы поняли Вот Питомник Второе направление Вам вопрос задаю Смотреть в глаза Виктор Владимирович Вы будете заниматься Питомниководством? С чем заниматься? Питомниководством Питомниководством? Сейчас на экране Кусочек питомника Сергей Владимирович Очень Очень так сказать Такой харизматичный Такой какой он должен быть В идеале Уклон Так Невольные Эти самые Гряды Хотя их Никто специально Не делал Просто здесь Сиделась По-моему Они получаются Сами Потом увидите Вы будете Выращивать Саженцы На продажу? Ну Я не планирую Нет Пропускаем Эту тему В принципе Она давно И не раз Раскрыта Вот И мы будем Сейчас заканчивать Вот Пересаживать Придется И я Вынужден Еще раз Подчеркнуть Сколько меня Просили Друзья Верующие Не кляйтесь Богом Мне уже язык Не поворачивается Но я уже И эту тему Обсуждал И клялся Вот Из тысячи Пересаженных Сенцев Абрикоса Пересаженных Осенью Капитально Обрезанных Вот так Посаженных Посаженных Вопрос Вот То что Вы видите Вот здесь Вот Это И ландшафт Это И такая Удобная Технология Для именно Абрикосов И Супер Сорта Абрикосовые Косточки Подвоенные Манчжурские И вот Результат Ни один Не погибает Это Просто Немыслимо Что Вот Он Взял Погиб Чего Ради А другой Вопрос Почему Не миллионами Это Погибает Другой Стороны Ну Вот Помаленечку Мы С вами Подходим Уже Часть Мы Бегло Просмотрели Часть Еще Может Увидим Вот Я Скорее Бы Закончился Именно Вот Эта Папочка А Еще Знаете Что Это Называю Это Самое Русский Украинец Братья Навек Я Наполнен Украинец И С Украины Привез Именно Вот Эту Ценную Весь В том Числе Жердель Украина Вот С Легкой Кислинкой Побеждает На всех Конкурсах У меня Раз Так Будучи На Манчжурце Привитые А я Выслал Такие Вот Будучи Привитые На Манчжурце 23 ведра Это Минимум То есть Больше Но никто Дальше Не считал Так И Второе Место По Урожайности Потому Что Манчжурец Все Урожайнее Ну За счет Того Что Дерево Крупнее В Вот Что Такое Жердель Я Кому Рекомендую Смотреть Будете Не только Вы Жителям Влажных Регионов Я Привез Его С Новой Каховки Севсунской Области Вот А если Еще Точнее С Береславского Района На той Стороне От Каховки Вот Так Вот Это Шанс Для тех У кого Очень Много Влажность Высокая Итак Выворачиваю Очередной Ящик С Сырем Песком Песке Большая часть Проклюнувших Проклюнувших Было Процентов 80 Процентов 20 Вот Таких Которые Спят Остальные Вот Такой Виде Переросшие Не годятся Главное Ради Чего Показывают Вот Вот Все Вот Видите Беленькая Курсор Все Было Под Землей Это Говорит О том Что Он Не Жизнеспособен Ладно Это Временный У него Ящик А если Постоянно И этот Погибает И этот Погибает Погибнет Только Это Допустим Через Три Года А Это Допустим Через Два Года А Можете Сразу Если Сырая Почва И Дожди И Этот Погибнет И Этот Погибнет И Этот Шанс Только Вот У этого И У этого Двух Радик Если Б Это Еще Ящик Там Не Лежали Семечки Закопаны В Несколько Слоев Независимо Это Временно Все Было Естественно Что Часть Котики Потерял Потом Вы Ветер Фильм Поймете Как Важно Постоянно Осматривать Это Все Богатство Так Друзья Дальше Я Павел Пожалуйста Покажите Целиком Что Можно Показать Хотя Видели Вот Она Отлично Начинаем Резать И Потрошить Все Не Сможем Некоторые Мешочки Итак Сейчас Мы Будем Спасать Ваши 25 Тысяч Вначале Вы Пожалуйста Это Выбирайте Там Диски Мы Не Будем Рекламировать Все Рано Мне Никто Не Покупает Я Даже Удивлен Что Вы Купили А Хотя Правильно Сделали 25 Тысяч Вам Спасать Без Дисков Это Невозможно Вот Тут Еще Тряпочку Завернуть Там Все Капитально Сделано Почему Для Меня Тряпка Это Как Сказать Это Как Термос Если Попало В Тепло Чтобы Медленно Нагревалось Если Попало В Холод А Что Такой Март Это Сегодня Плюс Завтра Вот В этом Мешочке Должно Быть Шесть Штук Посмотрите Так Абрикос Абрикос Теперь В мешочек Развязывать Бесполезно Распарывайте Его Доставайте Любой Найдите Какой Нибудь Обыкновенную Тарелку И на Тарелку Высыпайте Режьте Высыпайте Вот Они Все Одного Сорта Не Напутайте И Тут Рядом Тут Должна Лежать И Название Тут Рядом И Название Песок Сырой Вы Запомните Какая Консистенция Чтобы Потом Когда будете Добавлять Был Такой Сырой Нету Проклюнувшихся Вот Абрикос Какой То Покажите На Тарелочке Крупный План Как Сможете Выше 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 Не Не надо Ничего Там Регулировать Выше Теперь Чуть На Мою Сторон Наклоните Вот Уже Что-то Видно И Так Проклюнувшихся Нет Давайте Быстро Тряп А Эта Сорта Давайте Чтоб Не Напутать Этот Следующий Быстренько Вскрывайте Вам Все равно Перепаковывать Придется Именно Этот Сорт Чтобы Не Путать Вот За Одним Почитать Как Называется Сорт Жердель А Это Был У Нас Тоже Жердель О Вот Я Рекламировал Я Вот Это Для Вас Находка Вот Вот Тоже Жердель Но Тут Нет Проклюнувшихся Тоже Нет Следующий Давайте Быстрее Так Можете Помощи Попросить Жердель Тоже Это Хорошо Что Нет Это Значит Я Не Холдовщик Нет Найдем 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 Жердель Больше Не надо Вскрывать Или Все Вскрыть Нет Давайте Уже Не надо Не Будем Время Терять Разобрались Спят Другой Утарил Жердель Подчеркиваю Европеец Давайте Любой Абрикос Не выбирай Ассорт Какой Попадется Под руку Сейчас Это Может Помощь Попросить Чтобы Четыреки Резать Абрикос Ассорти Ассорти Тут Непонятно Как Сорта Попадутся Вот Вы уже Вскрыли Я Вскрыл Но Проклюну Смеха Нет Вот Тут Разные Сорта Тут Скорее Должны Попаться Нет И Хорошо Следующий Все Давай Нет Здесь Нет Сейчас Тарелку Другую Сортами Наподайте Ложите Все В одну Тарелку И Потрошенные Непотрошенные Все В одну Тарелку Да Я так И делаю Так Тут Тоже У нас Это Абрикос Жан Манджурский А Манджурский Один Это Самый Если Патриарх То Это Считайте Уникальная Вещь Самый Уникальный Сорт На Планете Нету Проклюнувшихся Нету Тот Песочек Сырой Везде Хороший Такой Сырой И Проклюнувшихся Я не вижу Ни одного Проклюнувшихся